20 лет. А в Большом концертном зале Октябрьский в прошедшие выходные отмечали крещение. Выступали проставленные хоры Сербии, Вены и Грузии. В субботу один из самых известных хоров мира, большой венский Дон Казакин. А в воскресенье сербская исполнительница Дивна Любоевич и грузинский ансамбль Басиани. Почему крещение значит просвещение? Мы вам сейчас расскажем и даже немного дадим послушать. Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. Это строки из знаменитого стихотворения Иосифа Бродского, посвященного сносу греческой церкви, на месте которой к 50-летию Октябрьской революции построили концертный зал Октябрьский. Спустя полвека в зале, ради которого снесли греческую церковь, исполняют греческие песнопения. В Большом концертном зале Октябрьской прошли крещенские вечера. В богослужебных книгах можно встретить еще одно название праздника крещения – День просвещения, праздник светов. Подразумевало, что таинство крещения очищает человека от греха и наступает духовное просвещение. Организаторы Фонд поддержки русского искусства и православной культуры напоминают, что в Царской России по случаю церковных праздников всегда устраивали светские мероприятия. Напомните вам, как была выбрана православная религия. Князю Владимиру приходили представители разных религий, но ему очень понравились именно православные песнопения. И наше песнопение – это, конечно, прямая связь с Богом. Дивна Любович – звезда духовной музыки XXI века. С 10 лет она обучалась церковному пению у русских монахинь в монастыре введения в храм Пресвятой Богородицы в Белграде. Поэтому в ее репертуаре, помимо сербских и греческих произведений, есть и русские песнопения. В 1991 году Дивна Любович создала церковный хор «Мелодия», где она выступает в качестве солистки и дирижирует певцами. В своем мощном сопрано Дивна Любович берет зал без всякого инструментального сопровождения. Но эта мощь очень легкая, светлая, очищающая. Фольклорного пения другой православной страны показали грузины. Ансамбль «Босяни» под руководством Георгия Дананзе исполняет грузинские народные песни и церковные распевы, сохраняя уникальные традиции средневекового полифонического пения. Солисты ансамбля изучали особенности исполнения различных грузинских этносов. Здесь и беретинская дорожная песня, мигрейская, любовная, гурийская, свадебная песня и многие другие. Это пение от сердца, от души, направленное к небу. То есть это, скажем так, глаза, поднятые к небу, звук, идущий к Богу. И вы знаете, вот в этом пении в нем очень много созидания, силы, любви. И как писал Иосиф Бородский, а впрочем, концертный зал на тысячу с лишним мест не так уж безнадежен. Это храм и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больший, чем знамена веры?